Привет, меня зовут Антон. Я никогда не работал барменом, барбеком или бартендером, никогда не работал в баре. Но я люблю выпить, и поэтому попробую научиться делать коктейли. Вместе с вами. Так, смотри, короче, ну, я типа сейчас начну. Ты если что, тормози. Он растекается. Главное вовремя остановиться. Итак, сегодня мы будем учиться готовить виски саур. У нас есть три причины, чтобы научиться его готовить. Во-первых, этот коктейль относится к категории легендарных и классических, и откроет для вас целую категорию коктейлей сауров. Во-вторых, ингредиенты для этого коктейля, скорее всего, уже есть у вас на кухне, или же вы можете приобрести их в ближайшем супермаркете. И третье, это потрясающе вкусный, нежный коктейль с бархатной текстурой, которым вы удивите своих друзей. Давайте пройдемся немного по истории этого коктейля. Если вам не очень интересна история, то тапайте по тайм-коду в описании этого видео, чтобы перейти напрямую к приготовлению, к рецепту. История этого коктейля берет свое начало от пунши. В свое время люди в Северной Америке в барах и просто дома готовили пунши. Они брали большую чашу, добавляли в нее алкоголь, фруктовый сок и фрукты, и проводили время вокруг нее. Со временем возник спрос на такие пунши, но сервируемые индивидуально, то есть в стакане для одного. Одним из первых и легендарных стал виски саур. Саур представлял из себя в то время смесь алкоголя, лимонного сока, сахарного сиропа. И уже к концу 19 века в рецепте появился яичный белок, который сейчас считается классическим в виски сауре. Но во многих местах виски саур по-прежнему подается без яичного белка, и в таком случае версию с яичным белком называют Boston Sour. Но я уверен, что яичный белок здесь занимает немаловажную роль в этом рецепте. Для приготовления коктейля виски саур нам понадобится лимонный сок 20 мл. Я рекомендую подготовить вам лимонный сок в тот же вечер, когда вы будете готовить коктейль. Не заранее, поскольку лимонный сок быстро окисляется, поэтому лучше, если он будет максимально свежим. Из одного лимона получается в среднем от 30 до 110 мл лимонного сока, в зависимости от размера лимона и сезона. У меня из такого вот большого крупного лимона получилось 110 мл лимонного сока. Но что важно, в коктейль не должна попасть мякоть и косточки, поэтому процедите ваш лимонный сок перед тем, как добавлять его в коктейль. Вы можете процедить его с помощью обычного сита, который, скорее всего, есть у вас на кухне. Далее нам потребуется 20 мл сахарного сиропа. Это простой сахарный сироп. Вам необходимо смешать равные доли сахара и воды. Смешивать лучше доли по весу, то есть на 100 г сахара добавить 100 г воды. Но если у вас нет таких точных кухонных весов, то вы можете смешивать их по объему, просто используя мерный стаканчик и равные доли. Далее нам потребуется основной ингредиент, это виски. Я использую ржаной виски. Также может подойти бурбон. Это будет вполне классический виски саур. Если по-другой у вас нет ржаного виски или бурбона, вы можете использовать и скотч. Лучше, если это будет блендед скотч, а не сингл малт. Сингл малт даст слишком резкий, слишком выраженный вкус, который с большой вероятностью не будет сбалансированным в этом коктейле. Также нам потребуется яичный белок. Разбить яйцо, таким образом, чтобы получить яичный белок и не получить много скорлупы в вашей емкости, не очень просто. Возможно, потребуется какая-то практика, но на самом деле это чуть проще, чем кажется. Я просто разбиваю яйцо об острый край и разделяю вертикально две половинки. Таким образом, белок уже начинает перетекать в емкость. И вот такими простыми движениями я переливаю оставшийся желток. Постепенно остатки белка также попадают в жидкость. Важно вовремя остановиться, прежде чем желток разобьется или начнет перетекать в емкость. Сохраните желток на утро, он может пригодиться вам для омлета или же для выпечки. Я использую шейкер. Этот шейкер называется Tin on Tin. Если у вас нет дома шейкера, можете использовать любую герметично закрывающуюся емкость. Главное убедитесь, что он закрывается действительно герметично, поскольку вы можете расплескать все ингредиенты по кухне. Это будет не очень здорово. Так, теперь мы смешаем наши две смеси. И дадим им секунд 10, чтобы объединиться в нашей емкости, в нашем шейкере. Таким образом, начинается взаимодействие лимонного сока и алкоголя с яичным белком. И начинаются важные химические реакции, которые необходимы. И секунд через 10 мы можем потрясти эту смесь. Это называется Dry Shake. То есть мы просто на сухую, имеется в виду, что безо льда, взбиваем. Также нам понадобится лед. Я использую большие кубики льда. У меня есть специальная форма для его получения. Вы легко можете загадать ее в интернете, но если у вас пока нет такой, просто возьмите тот лед, который есть у вас в морозилке. Большой лед используется, потому что он дает правильный уровень насыщения напитка водой. Точнее его, не чрезмерного насыщения. Нужно встряхнуть коктейль со льдом до тех пор, пока он достаточно охладится. Вы можете убедиться, что напиток достаточно охладился, потому что на шейкере появляется такая своего рода изморозь. Так, теперь его нужно открыть. Он немножко примерз. Да, это... Сволочек. Есть молоток у нас, может быть, в доме. Смывая вареньку. Коктейль виски саур подается в бокале олдфэшн или в бокале купе. Если он подается в бокале купе, то мы не используем лед, поскольку бокал купе или коктейльная рюмка имеют ножку, за которой вы будете держать коктейль и тем самым не передавать тепло руки напитку. Если же мы используем бокал олдфэшн, то предварительно туда мы погрузим большой или небольшие кусочки льда. А теперь нам нужно процедить коктейль в бокал. Я использую специальный стрейнер, но если у вас нет такого, то вы можете использовать обычное сито или что-то, что вы найдете на кухне, что поможет вам отделить напиток от льда, с которым вы его встряхивали. Как видите, благодаря яичному белку у коктейля потрясающая, очень заманчивая аппетитная пенка. Коктейль практически готов. Для украшения мы используем несколько капель биттера ангастура. Это необязательный шаг в рецепте, но если вы знаете, где его достать или он у вас есть, ангастура придает очень сильный такой травяной приятный аромат. Мы можем добавить небольшой узор на эти капли. И коктейль готов. Попробуем. Это потрясающе. Очень сбалансированный, терпкий вкус, чуть кислый из-за лимонного сока, чуть сладкий из-за сахарного сиропа. И пряный, и терпкий благодаря ржаному виски. Это потрясающий классический коктейль. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мы вместе с вами научились готовить виски саур. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какой коктейль вы хотели бы научиться готовить следующим.